Что сейчас у нас происходит, я характеризую сегодняшнюю систему управления развитием анабитики. В электронабитике, единственной из отраслей ТЭКа, да и, пожалуй, из отраслей экономики, существует достаточно стройная, целостная система планово-прогнозных документов. Отрасль сложная, и нельзя себе представить единого документа, в котором она вся описывается, тем более описывается перспективой ее развития. Энергостратегия — это крупные тренды, это макропропорции. Генеральная система размещения объектов в электронабитике — это модель электронабитики на горизонт 15 лет, которая пересматривается один раз в три года, и она описывает крупные объекты, крупные тепловые станции, крупные осетии, крупные атомные станции и так далее. Малую энергетику вы не увидите, хотя модель, она зажита, она присутствует. В балансе, который лежит по слове генеральной схемы, это все есть. Схема и программа развития единой энергосистемы, которая сейчас разрабатывается с горизонта планированной семьи, и ежегодно утверждается в Министерстве энергетики, она — такой технический документ, в котором делаются электрический расчет, и она скорее для развития сетевых компаний, ну и, естественно, для объектов генерации. И существует горизонт субъектов Российской Федерации, где ежегодно разрабатываются с горизонтом пять лет и, соответственно, схемы и программы развития электроэнергетики субъектов Российской Федерации. Там уже мы можем увидеть более мелкие объекты, там мы можем увидеть сети 110 кг. И, соответственно, вот эта система вся уже, ну, примерно, 7-8 работают по электроэнергетике, при всей критике качества этих документов. Вместе с тем, вот взаимная такая цикличная процедура разработки этих документов, она есть, она существует, и это огромное достижение, чего нет ни в одной другой отрасли. Я хочу подчеркнуть, скажем, там, газовые промышленности или нефтьарные кибеты, да, там разрабатывается генеральная система газовой промышленности, лично, как отдельный документ. Но постановление правительства, которое фиксировало бы цикличную систему этих планов промышленности документов, такому нет нигде, электроэнергетика здесь задает некий такой правильный ориентир. И с чем мы столкнулись, вот, наблюдая за малой энергетикой, встав перед, как бы, проблемой ее реального появления, развития и сильного, так сказать, влияния на отдельные регионы, на энергобалансы, значит, ее невозможно увидеть на уровне субъектов Российской Федерации. Нужен в муниципальной уровне. А наша историческая традиция, это муниципалитеты получат тепло, причем теплоснабжение такое, когда это прохождение зимы, значит, и все. Это муниципалитеты привыкли к тому, что электроэнергетика к ним приходит откуда-то извне, по каким-то линиям электропередачи, и там нет ни специалистов, ничего, ни резервных мощностей для этих муниципалитетов. Поэтому абсолютно необходимо достроить эту систему, введя муниципальный уровень, значит, системы программ развития электроэнергетики, и тогда мы сможем отразить в документах государства, именно по статусу государства, как мы уже на муниципальном уровне, значит, линии электропередачи, классовым напряжением 35 км. Значит, небольшие мегалаттные объекты и так далее, реальная малая распределённая энергетика, вот там, это муниципальный уровень, которого мы сейчас в системе управления развития электроэнергетики не существуем. Значит,